Приветствую всех на канале Рубанков. Меня зовут Машко Андрей. Сегодня у нас в студии прописи для геометрической резьбы. Геометрическая резьба является самым первым этапом в освоении резьбы по дереву. Мы сегодня покажем на примере прописей, как ими пользоваться и покажем в работе четыре основных, на мой взгляд, типа ножей для геометрической резьбы. Пропись для геометрической резьбы это азбука для освоения основных приемов работы ножом. Геометрическая она называется неспроста. В основе рисунка лежат простые геометрические фигуры. Наша пропись специально разработана и сделана для того, чтобы можно было максимально быстро обучиться геометрической резьбе. Первая она сделана из самого доступного и податливого материала липы. Рисунок нанесен при помощи лазера и поверхность идеально выровнена на станке. Для освоения нашей азбуки мы для вас подобрали четыре основных типа резческих ножей и сейчас мы покажем приемы работы этими ножами. Первый нож, которым мы будем работать, это попугай. Его отличительная черта это форма клинка. Она выполнена в виде клюва и имеет прямую режущую кромку. Первый прием работы ножом попугай рез от себя. Для этого делаем два накола и подрез вдоль основания треугольника. Музыка. 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 Второй прием. работы попугай. Таков. Называется он на себе. Накол. Накол. И подрез на себя, но контролируя нож большим пальцем второй руки. Музыка. Следующий нож, которым мы будем работать, это топорик. Он спроектирован специально для геометрической резьбы. Первый прием работы топориком, как и в случае с попугаем. Два накола и подрез от себя. Второй прием работы топориком на себя. Делаем накол, накол и подрез. Но опять же контролируем нож большим пальцем руки. Еще один из приемов работы этим ножом пяточкой. Устанавливаем нож, делаем накол, накол и подрез. Следующий нож. Это нож косяк или косячок. Самый распространенный нож для резьбы, наверное, самое простое в изготовлении, поэтому самый распространенный. Сейчас мы покажем его в работе. Нож косяк, как и два предыдущих ножа, работает как на себя, так и от себя. Техника такова. Накол, накол, подрез. Накол, подрез. И четвертый тип ножа – это флажок. Он сочетает в себе и косяк, и топорик. Единственное отличие от топорика у него – это прямая кромка, которая позволяет проще контролировать нож при резьбе. Поскольку нож флажок совмещает в себе косячок и топорик, он способен выполнять все те же операции, а именно, резать от себя, на себя и пяточкой тоже. Как вы заметили, независимо от формы ножа, техника резьбы остается общей. Это накол и подрез. На первых этапах обучения я рекомендую выполнять технику реза от себя, так будет безопасно. Обязательно закрепляйте свои заготовки. Я не делал это по причине большого опыта. Для достижения идеального результата вам необходимо отрабатывать необходимые элементы. В этом вам поможет наша пропись. Приобрести ее можете, перейдя по ссылке в описании. На этом хочу завершить наш короткий мастер-класс. Смотрите и другие наши обучающие видео. С вами был Машко Андрей. До новых встреч!